Чкаловская земля, которая всегда славилась легендарными авиаторами и была связана с именами многих героев. 80 лет назад с местного аэродрома в небо поднялся экипаж Валерия Чкалова. Летчики впервые в истории совершили беспосадочный перелет Москва-Северный полюс-Ванкувер. А спустя почти месяц трансконтинентальный перелет через Северный полюс выполнил экипаж Михаила Громова. Сегодня в честь юбилея совершенного подвига на Щелковской земле открывается аллея героев. Это герои, на которых надо равняться молодым. В этом видим свою задачу сохранить и приумножить славу Чкаловского, славу России. Важно, чтобы сегодняшние школьники также мечтали о небе, как это делали Валерий Чкалов и Михаил Громов, Александр Беляков и Георгий Байдуков. Это подвиг, который действительно позволил многим юношам и девушкам заболеть мечтой о небе и стать летчиками. Наверное, после этого появилась и мечта о космосе. Открытие аллеи героев – важное событие, особенно для тех, кто связал свою жизнь с авиацией. Несколько лет на Щелковской жили все космонавты первого отряда. Земле авиаторов нужна была своя аллея героев. И она появилась сначала в сердцах, а потом и на деле. Давайте мы будем гордиться нашей дорогой Родиной, которая создала условия, вырастила своих сынов и дочерей, которые готовы к этому подвигу и создали новые техники. Новые открывают страницы в науке. Доброго вам здоровья! Территория, где сейчас установлены бюсты героев, переживала разные времена. Однако символом подвига авиаторов ее сделали только сейчас. Три месяца назад состояла закладка аллеи героев, а теперь установлены первые бюсты прославленных летчиков. Пока всего четыре, но в перспективе их число увеличат, ведь легендарных авиаторов на Чкаловской гораздо больше. Но, пожалуй, больше остальных трепет испытывают те, кто в бронзовых скульптурах видит не просто летчиков и героев, а родных людей. Внучка Георгия Байдукова признается, для нее этот день стал настоящим праздником, поэтому на открытие аллеи героев пришли всей семьей. Давайте покажем. Очень похож получился дедушка и очень приятно, что память сохраняется таким образом. Это очень важное и трогательное событие. На самом деле, ну, слез на глазах появлялись, потому что важно знать, что люди помнят об этом, важно знать, что люди знают, у него брать это, знают то, что он сделал. Это очень приятная гордость. Четыре легендарных летчика – Михаил Громов, Георгий Байдуков, Александр Беляков и, конечно, Валерий Чкалов, герои Советского Союза. Они не просто совершили первыми трансконтинентальный перелет, но доказали – мечта о небе, таком далеком, теперь становится реальностью. Важным этот день также стал для учеников 12-й школы. На торжественном митинге объявили образовательному учреждению официально присвоенное имя героя Советского Союза Валерия Чкалова. Это очень значительное, по нашему мнению, событие, которое мы будем им гордиться. Это очень здорово. Я очень рада, что это произошло и безумно восхищаюсь этим событием. Аллея Героев должна не только стать местом притяжения жителей, но и послужить мотивацией для подрастающего поколения, как свидетельство того, что нет ничего невозможного, особенно для тех ребят, которые выросли на земле авиаторов. Дарья Снегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».